Вы на канале Онлайн Ширма, с вами Корос. Раз в неделю на своих стримах я делаю обзор новостей по настольно-ролевой игре Подземелья и Драконы. Для более подробного обзора вы можете посмотреть сам стрим, где я их изучаю. Но в этом видео я сделал короткое изложение самих новостей и моих комментариев. Ссылки на все новости вы можете найти в описании видео в статье. На D&D Beyond вышла новая анерт от Arkana для следующей редакции D&D. Я уже делал подробный обзор от Arkana и написал статью с кратким изложением изменений и моим мнением, которые вы можете найти по ссылке в статье в описании видео. Кратко, направление изменений в механике хорошее. Водцы планируют сделать очень крепкий патч с исправлениями косяков пятерки, которые напрашивались уже давно. Жаль, что реализация сильно хромает из-за баланса и кривых решений, но это всего лишь тест, поэтому ждем итоговых результатов. Отдельное важное изменение. Они убрали термин раса, заменив его на вид. Очередное исследование повесточки. На прошлой неделе они создали даже отдел культурологов, который будет находить спорные моменты. Ребята боятся отмены. Хотя уж кому-кому, но D&D должна быть привычна к гонениям от публики. Ведь была давным-давно уже волна переименований, где демонов и дьяволов называли по-другому, но это толком не прижилось. К термину раса геймеры тоже очень плотно привыкли и по-новому будут называть никогда. На том же Бионде в честь праздников запустили ежедневные плюшки. В течение 20 дней вы можете заходить на эту страницу, чтобы получить скидку или халявный материал. Сейчас там доступны скидки на руководство мастера и на столочки по D&D тематике. Также за первое число раздавали дополнение к бестиарию Драгонлендса. Если на ваших играх большая интеграция с Биондом, то рекомендую следить. Я в своих новостях точно буду глядеть за этим D&D праздником. К слову, бестиарий для Драгонлендса. Он восхитителен. Монстры созданы сознанием механик D&D. За них определенно будет интересно играть, а арты там просто конфетка. Жаль, что нарратива и лора мало, но нам уже не привыкать. Еще вышла небольшая статья про Савамедов. Написали про их происхождение. В очередной раз вспомнили, что Гайгекс вдохновлялся всратыми пластиковыми игрушками. И упомянули, что мастер может разрешить друида превращаться в медведя-сыча. Из-за трейлера фильма по D&D многие бугуртили по этому поводу. И так визарды общаются со своей аудиторией. К этому же моменту удачно вышел трейлер фильма «Подземелье дракона. Честь среди воров» с комментариями актеров. Жаль, что актеры толком ничего не сказали. Мол, фильм крутой, мы все-таки переживаем за своих персонажей. Формальности. Но показали несколько новых кадров. Мало, конечно, но все-таки интересные моменты с новыми отсылками к D&D есть. Если хотите подробный разбор трейлера, то пишите в комментариях. Baldur's Gate 3 также выпустила тизер-трейлер. В нем нам показали статую Минска и Бу. Для незнающих это очень легендарные персонажи в «Забытых королевствах». Значит, они же будут и в игре. Не зря же у статуи в глазки в конце светятся. Теперь другим сайтом. На Пикабу опубликовали готовый мир для Фаундри по ваншоту «7 испытаний Гилберта» от «Замета Купыря». Я уже делал разбор этого ваншота и посоветовать для игры, к сожалению, не могу. Слишком уж много механических и нарративных проблем. Но, судя по статье, мир создан качественно и со знанием. Спасибо, Амар, 0276 за проделанную работу. С нетерпением жду следующих публикаций. Мириады истин перевели от Аркадия и Архетип Чародея «Титаническое сердце», где персонаж будет связан с такими титанами, как Тараск, Кракен, Рухлевый червь и другой Исполин на ваш выбор. Увы, но работа болеет симптомами типичной ХБшки. Плохой баланс и непонимание системы. Чародей хоть и может сражаться в ближнем бою с увеличенным размером, но все такой же тонкий по ХП и быстро ляжет. Хотя, сверху в этой ХБшке добавили своих заклинаний, уникальный пример Титана и даже НПСа на основе этого подкласса, что и является приятным дополнением. Почаще бы так. От Мириады истин была еще одна публикация в ВК. Ребята очень стараются. Например, перевод статьи «Как я могу использовать в Живателе Разума». Фактически, эта статья является ваншотом про Элитида, где он в жанре хоррора убивает людей. Но автор позиционирует ее как пример отыгрыша такого монстра. Прочитать для вдохновения рекомендую, но во многих местах забита на лор этого монстра и оставлен лишь образ умного мозгоеда. На Long Story Short вышла статья «Жизнь в средневековье», где автор предлагает черпать вдохновение из реальной истории. Там приводится масса исторических фактов, но очень часто автор путает причину и следствие. К сожалению, история – это душная наука, и статья с ней не справилась. Читать не рекомендую. Лучше обратитесь для вдохновения к каналу «Береста» на ютубе или к лекциям Клима Жукова. Круговорот Миров продолжает проводить ультимативные бестилары «Мести Орды». За эту неделю они закончили горных гоблинов и хабгоблинов. Для вдохновения и разнообразия на ваших играх категорично рекомендую. Тем более, что кроме хороших статблоков там много дополнительной лоровой информации. Торговая гильдия перевели подкласс колдуна Эсхелианы «Паразит». В этот раз образ идеально кладется на Венома. Именно его изображает эта хбшка. Жаль, что, как обычно, проблемы с балансом. Безумное количество атак, и они же становятся магическими. Воин нервно курит в сторонке, а сверху еще плюшек накидано. На десерт еще один подкласс, но для воина. Перевод от «Вишпорт» и это аниме-фехтовальщик. Автор собрал максимум клише этого жанра анимации и реализовал через механику. Смешно, кринжово, но, конечно же, неиграбельно. На этом все. Благодарю за внимание. Напишите свои впечатления от такого формата. Возможно, у вас есть даже какие-то предложения. А еще вы можете поддержать меня на бусте или поучаствовать на стримах ради большего количества контента. Пока!